Вас приветствует канал Climate Change! В наших выпусках вы узнаете о климате и катаклизмах, с которыми людям приходится сталкиваться в эти суровые дни, и как обостряется климатическая ситуация в мире, о последних произошедших стихийных явлениях и происшествиях с разных уголков мира. Давайте посмотрим, что произошло в мире. Сильные дожди в тропических лесах Амазонки привели к тому, что реки поднялись почти до рекордного уровня, затопили небольшие бразильские города и угрожали столице штата Манаусу еще одной катастрофой после того, как он был серьезно поражен пандемией коронавируса. По данным службы гражданской обороны штата Амазонос, более 400 тысяч человек пострадали от наводнения, многие из которых были эвакуированы из-за повышения уровня воды. По данным мэрии, река Рио-Негро поднималась примерно на 3 сантиметра в день, а в понедельник, 17 мая, улицы в центре Манауса уже были под водой. Уровень воды – третий по величине в истории города. Если так будет продолжаться, он преодолеет рекордное наводнение 2012 года. По словам эколога из Национального института исследований Амазонки в Манаусе, несмотря на то, что количество осадков меняется от года к году, изменение климата принесло особенно сильные дождливые годы, а также очень засушливые годы, которые нанесли ущерб сельскому хозяйству. По его словам, вырубка лесов в Амазонке также может способствовать долгосрочным изменениям, но не влияет на количество осадков из года в год. Доступ к рынку Манаус на краю Рио-Негро находится под водой, и в городе построены деревянные мостики для пешеходов. Выше реки Амазонки небольшие прибрежные городки, такие как Анама, с населением 12700 человек, были полностью затоплены, что вынудило жителей поднять уровень пола в своих деревянных домах или эвакуироваться. В Манаусе под угрозой оказались дома 4700 семей. Мэр предложил им стипендии на аренду другого жилья, если они будут вынуждены эвакуироваться. Органы по чрезвычайным ситуациям сообщают, что один человек погиб в результате внезапного наводнения в районе Жерновица, регион Банско-Бестрица в Центральной Словакии. 17 мая 2021 года в селе Рудно-Надгроном в районе Жерновица произошло сильное ливневое наводнение. Считается, что плотина водохранилища возле села прорвалась после недавних проливных дождей. Последовавшее наводнение повредило дома и тащило автомобили по улицам села. Пожарно-спасательная служба Словакии сообщила, что один человек был сметен водой, а позже был найден без признаков жизни. Пожарно-спасательная служба также провела эвакуацию населения. В МВД заявили, что наводнение также разрушило несколько мостов и повредило газовые магистрали. Мэр села объявил в селе чрезвычайное положение. Сообщалось также и о наводнении в других частях страны, где выполнялись мероприятия по дренажу паводковых вод и устранению ущерба от наводнений. Взрывное извержение продолжается на вулкане Синабунг в северной Суматре, Индонезия. Еще одно мощное извержение, продолжавшееся около 11 минут, произошло 19 мая 2021 года утром в 04.48 утра по местному времени. Согласно обсерватории вулкана, плотный темный шлейф пепла поднялся на высоту примерно 6 километров и сместился на восток и юг. Взрыв также вызвал пирокластические потоки, гравитационные массовые потоки на юго-восточном склоне, достигнув длины не менее 3000 метров. Сильное и неглубокое землетрясение 19 мая произошло в южной части восточно-тихоокеанского поднятия в 00.42 ночи по всемирному координированному времени. Согласно данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,7 балла. Эпицентр сейсмособытия располагался в 660 километров к югу от города Хангароа на острове Пасхи, Чили. Гипоцентр стихии залегал на глубине всего 10 километров. Угрозы цунами не возникло, в радиусе 100 километров люди не проживают. Геологическая служба США объявила зеленую тревогу, которая предусматривает низкую вероятность жертв и повреждений. Водный кризис в регионе вдоль границы Калифорнии и Орегона, возникший на фоне исторической засухи, достиг катастрофического уровня. Федеральные регулирующие органы перекрыли фермерам поливную воду, что серьезно отразилось на сельскохозяйственном секторе. Водный кризис в регионе на этой неделе превратился из ужасного в катастрофический. Бюро мелиорации США заявило, что в этом сезоне не будет сбрасывать воду в главный канал, снабжающий мелиоративный проект Кломат, впервые для ирригационной системы, которой уже 114 лет. Весь регион находится в условиях экстремальной засухи, а в округе Кломат в Орегоне наблюдается самая большая засуха за 127 лет. И губернатор Орегона, и губернатор Калифорнии объявили о чрезвычайной засухе в регионе, а бюро мелиорации выделило 15 миллионов долларов на немедленную помощь в борьбе с природным катаклизмом. Еще 10 миллионов долларов будут выделены Министерством сельского хозяйства США на помощь в связи с засухой. В мексиканском штате Халиско 10 мая открылись две гигантские трещины от лагуны Саюла до автострады Гвадалахара-Калима. На месте происшествия побывали сотрудники гражданской защиты и пожарные. По предварительным данным экспертов, трещины в земле образовались в результате гидрогеологического разрушения. Провалы затронули также здания и сады. Из-за воздействия геологического риска две трещины на дорогах Усмаяц и на бесплатной дороге Сюдат-Гусман находятся под наблюдением. Шоссе, несмотря на ведущиеся на нем работы, остались открытым для дорожного движения. Автомобилистов просят соблюдать крайние меры предосторожности. Сильный дождь во вторник, 18 мая, обрушился на Киев, потопив некоторые улицы. В Подольском районе под воду ушли верхний и нижний вал. Осадки начались около 11 часов. В отдельных районах города прошел град и наблюдалось усиление ветра. Подол ливень накрыл около 14 часов дня, в результате чего образовались настоящие реки из воды и грязи. На улице Ильинской после дождя асфальт вместе с иномаркой ушел под землю, а на сечевых стрельцов рухнуло дерево. Затопило также улицу Красноткацкую в Деснянском районе столицы. Водители практически вброд пробирались к своим автомобилям. Нетипично высокая, как для середины мая, температура воздуха фиксируется в эти дни в некоторых регионах России. Антициклон, накрывший Урал и Приволжье, движется в сторону южных областей европейской части страны. Так, в Самаре в воскресенье зафиксировали плюс 32 градуса по Цельсию, а в Уфе даже перенесли футбольный матч и раздавали болельщикам воду. Такая нетипичная жара привела к множеству лесных пожаров, хуже всего дела обстоят в Уральском федеральном округе. Например, только в одном из районов Тюменской области площадь возгорания составила 44 тысячи гектаров. Власти повсеместно вводят запреты на посещение лесов. Тем временем фронт тепла движется в сторону центральной части Европейской России. Синоптики прогнозируют, что уже во вторник в Москве температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов, что станет рекордом для середины мая за всю историю регулярных метеорологических наблюдений. «Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет действовать быстро и согласованно для борьбы с изменением климата», – заявила министр окружающей среды страны. Выступая на одном из телеканалов, она сказала, что если экологический кризис будет продолжаться нынешними темпами, к 2100 году страны не будет. «Мы не выживем», – сказала она. «Изменение климата реально, и мы – самая уязвимая страна в мире. У нас нет гор, только наши острова и море». По оценке Всемирного экономического форума, к 2050 году 80% людей в мире будут затронуты изменением климата. Между тем, ученые предполагают, что к 2100 году уровень моря может подняться на 1,1 метра. Если такие прогнозы оправдаются, островное государство может оказаться в числе наиболее пострадавших. Сегодня 80% из 1190 островов страны возвышается всего на метр над уровнем моря, что делает их особенно уязвимыми. Уже 90% островов страдают от наводнений, 97% от эрозии береговой линии и 64% от серьезной эрозии. Удалось ли вам за всю жизнь побывать в экзотических местах планеты? Расскажите нам об этом в комментариях. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо за просмотр, вашу активность и хорошие отзывы. Не забудьте оценить это видео лайком, нажать на колокольчик и подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь.